Всем привет! И сегодняшнее видео является продолжением предыдущих двух видео, где я вам рассказываю свои соображения о кредите, о своей личной кредитной истории. И вот в этом видео я бы хотела дать отзыв о работе ТП-банка на данный момент. Во ТП-банке я взяла кредит в 2011 году. Это был потребительский кредит, и на данный момент у меня все благополучно. Я недавно внесла последние платежи, и банк в основной форме подтвердил мне, что на моем счету достаточно имеется средств для того, чтобы полностью этот кредит закрыть. Итак, что-то в процессе я сделала правильно, что-то я сделала неправильно. Я об этом рассказывала в прошлом видео. Я имею в виду в процессе принятия решения о взятии этого кредита. Ну вот сейчас быстренько я хотела бы напомнить, одновременно комментируя работу банка. Итак, во-первых, сумма кредита была сопоставима с моими доходами, то есть желания в данном случае совпадали с возможностями. И я хорошо подумала, прежде чем взять этот заем, взяла его не в тот же самый день, когда увидела вожделенную вещь. В общем, это скорее было хорошо, это было правильно. Во-вторых, до того, как подписать всякие документы, я сначала долго и нудно разговаривала с консультантом, не стеснялась, задавала все вопросы. И надо сказать, что она довольно хорошо мне на них ответила. По крайней мере, мне все стало понятно, иначе бы я договор не стала бы подписывать. Сразу мне, после подтверждения моей платежеспособности, правда, только на моих словах, мне вручили график платежей, что я отмечаю как, безусловно, положительный момент, где были указаны суммы, которые нужно было вносить ежемесячно, проценты, основной долг, платы по кредиту, платы за услугу, смс какие-то, что нужно вносить в случае погашения досрочной, для того, чтобы полную задолженность погасить. Ну, в общем, очень много разных цифр, очень много разных терминов, но консультант довольно доходчиво мне объяснила, именно сколько. Сколько в цифрах, сколько в рублях, сколько я заплачу вообще, какую сумму я должна от начала и до самого конца, и сколько именно я буду платить в месяц. Вернее, сколько я должна платить в месяц, было указано, как сумма ежемесячного платежа, рядом с датой перечисления, но я точно узнала, что я могу платить в месяц и больше по своим возможностям и погасить кредит досрочно, без каких-то особенных действий с своей стороны. Дальше, в момент покупки, подписания договора, я сразу внесла где-то около 30% стоимости, то есть это уже довольно много. Потом первые два платежа у меня были очень внушительными и покрыли половину оставшейся суммы. И вот тогда у меня в жизни произошли изменения, и они, кроме всего приятного, сопровождались потерями водохода. Я стала располагать намного меньшей суммой от той, что была у меня в той ситуации, когда я принимала решение о кредите, где-то осталось буквально треть. Но, тем не менее, я платила понемногу и все-таки выплатила досрочно свой кредит, как и предполагала, что досрочно, но намного позже, чем предполагала. Вот, на данный момент мне осталось получить выписку в отделении банка, чтобы их слова о том, что банку я ничего не должна, и что банк не имеет ко мне никаких претензий, и что все в порядке, вся история закрыта, но пучат на бумаге с гербовой печатью. Вот, из положительного момента общения с ОТП банком я таким образом могу отметить то, что все суммы у меня сошлись. Значит, вот то, что было написано в графике платежей, то, что мне озвучил консультант, именно сколько я должна заплатить в целом, сколько я должна платить в месяц, не меньше, чем, и что есть возможность досрочного погашения без каких-то особых жманцев. Вот это все сошлось. И об этом, я вам говорю, на ее положительный отзыв. Теперь неприятный момент. Для того, чтобы связаться с банком, нужно было преодолеть целую массу трудностей. У ОТП банка какая-то совершенно ненормальная горячая линия. Позвонить туда можно, дозвониться практически нельзя. А если можно дозвониться, то очень сложно узнать ответ на интересующий вас вопрос. В общем, сначала я позвонила по телефону, который указан у меня в документах. Там я попала на автоответчик, который говорит, нажмите 1 или нажмите 2. Потом он говорит, забейте цифры договора. Цифра 1 еще там есть, надо каким-то образом стереть. В этот момент с какой-то вероятностью в каких-то случаях нет, связь просто прерывалась. Потом после успешного все-таки разнесения десятизначного номера договора нужно было внести последние три цифры паспорта. После этого автоответчик говорил, что вы не сделали никаких активных действий, до свидания. Потом я стала звонить уже по другим телефонам, которые я нашла на официальном сайте ОТП-банка. Сначала я дозвонилась до живого консультанта, попросила мне ответить на вопрос. Она сказала, да, сейчас я переключу вас. И она переключила меня на тот же автоответчик. Я стала искать еще какой-нибудь номер телефона. Дозвонилась до отдела кредитов, но не потребительских, а каких-то других. И там уже консультант мне сказал, что пользоваться горячей линией совершенно не стоит, а стоит дожидаться ответа другого живого консультанта. Желательно в отделе потребительских кредитов мне дал номер. Я позвонила в отдел потребительских кредитов, и ничего подобного. Я держала трубку, держала, 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 держала. У меня нагрелась уха. Вот я устала, я положила трубку. В общем, в целом это заняло 20 минут времени, 50 рублей денег, плюс некоторый адреналин, и я абсолютно ничего не выяснила, абсолютно ничего не смогла добиться. Хорошо, что у меня в данном случае не было никакой стрессовой ситуации. У меня все хорошо, я полностью все оплатила, и только беспокоюсь, все ли дошло до банка, все ли нормально. Вот, представляю, с какими трудностями, возможно, сталкиваются другие люди, которые так находятся в каком-то нервной ситуации. Вот, более того, я нахожусь в трезвом уме, у меня номер договора перед глазами, паспорт в руках, я цифры вижу. Вот, руки не дрожат, я не боюсь набирать цифры на автоответчике. Вот, тем не менее, мне это не удалось. За 20 минут времени. Пока я держала трубку в процессе ожидания последнего звонка, на который так мне никто не ответил, там шли музычки, заставочки, и сведения хвалебные со стороны ТП-банка, где он хвалил сам себя, что у нас, вот что, что на высоте, так это работа с клиентами. Ваш звонок очень важен для нас, у нас есть только возможности с вами связаться, и все вам объяснить. У нас работает такой телефон горячей линии, у нас работает возможность мгновенного обмена сообщениями, у нас очень много специалистов, готовых вам помочь и все рассказать, а также, кстати, есть скайп. Вот скайп меня в конечном итоге выручил, потому что, хотя я по скайпу не дозвонилась, но скайп мне совершенно неожиданным образом перезвонил, и вот там консультант мне ответил на мой вопрос, что на моем счету есть средства, их достаточно, что после перерегистрации 19 мая мой кредит будет погашен, и я могу получить выписку, совершенно необходимую в любом отделении банка, либо сразу, либо через какое-то время. Выписка – это слова банка о том, что я им ничего не должна, и это моя гарантия на 100%, что я гарантирована от всяких банковских изданчиков в будущем. То есть, например, выезжаю я за границу, тут меня берут и говорят, что я что-то должна банку, и поэтому...